У министра культуры насыщенная программа. Он посмотрел ход реконструкции государственной филармонии, побывал в Академии искусств. Вот так будет выглядеть Чувашская филармония через год. Работа на объекте завершаться в год столетия со дня образования Чувашской автономной области. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция. Уже привели в порядок инженерные коммуникации, установили новые бетонные покрытия, обновили кровлю. Ход строительства обсуждали без прессы. Вот что рассказал директор филармонии Николай Казаков. На сегодняшний день мы на 136 миллионов сделали работы. То есть, во-первых, зал зрительный будет совершенно другой. Появится амфитеатр, людям будет все видно, что происходит на сцене. Сцена увеличивается на 6 метров. Вот Владимир Ростиславович Мединский как раз сказал, увидев нашу сцену, тут могут выступать ведущие московские театры. Два современных зала почти на 850 мест новое оборудование. Все это еще предстоит построить, смонтировать. Общая стоимость реконструкции – 327 миллионов. Обновленная филармония станет отличной площадкой для проведения концертов звезд российской и мировой эстрады. После филармонии Владимира Мединского встречали в Детской Академии Искусств. Ее открыли 18 августа прошлого года в День города Чебоксары. В разных секциях и кружках здесь занимается более тысячи детей. На специальной графической доске гости оставили свои автографы. Михаил Игнатьев, уже хорошо знакомый с Академией, дал свою оценку, а министр культуры Российской Федерации пожелал успехов творческих и в учебе. Его пожелание сбылось очень быстро. Ансамбль скрипачей «Калейдоскоп» поразил министра виртуозным исполнением. Он отметил, таких музыкантов нужно отправлять на международные конкурсы. Давайте напишите нам письмо и мы отправим эту страницу. На традиционных русских крыловидных гуслях играли в соседнем кабинете. И ребята, которые здесь, это все городские дети, которые не от земли, не от сахи, но они впитали вот эту традиционную культуру. Что означают эти узоры, поинтересовался Владимир Мединский на занятии кружка по чувашской вышивке. Он читал, что она могла заменять чувашим письменность. Руководитель рассказал о значении треугольников и знака солнца на изделии. Хотели показать, что это для молодой девушки фартук. Юные инженеры провели министру экскурсию в кружке робототехники «Кулибин». Сюда принимают с пяти лет. Четыре воспитанника кружка этой весной будут участвовать во Всероссийской Олимпиаде по 3D-технологии. Закончился визит в Академию искусств интервью. Его у гостей взяли в наши младшие, но уже опытные коллеги, журналисты медиа-центра «Кучмала», которые готовят программы для нашего телеканала. А скажите, ваши три ассоциации с городом Чебоксара? Я в первый раз в Чебоксарах, поэтому пока у меня, наверное, только рабочие ассоциации. Там, бюрокомитет, работа, достроить фалармонию. Ответить на этот вопрос еще раз Владимир Мединский пообещал позже, после летнего визита с более свободным графиком. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.